101 пиар Добрый день, Дарья Дарья, вот золотые слова, да, и что называется их бы сразу же нашим предпринимателям в уши, на самом деле 70% товаров, глядя по крайней мере на полки наших магазинов, глядя на вывески, большинство магазинов выходят без продуманного дизайна, да, то есть те предприниматели, которые уже прошли несколько этапов, да, уже отрембрендились один раз, два раза, да, то есть дышат, понимают о том, что дизайн это часть то, как воспринимают их компания. Да, потому что для многих предпринимателей это, их бизнес это их контрагенты, да, и из-за этим они дальше больше ничего не видят, хотя те же самые контрагенты, они меняются, аудитория молодеет, вкусы меняются, ну и в конце концов те продукты, которые, и товары, и бренды, которые были разработаны там в конце 90-х, да, но они сейчас смотрятся несколько удивительно, да, некоторые даже уныло. Ну, смотри, тема очень обширная, да, про дизайн можно очень долго говорить, давай начнем вот с самой фигуры дизайнера, да, вот каким должен быть дизайнер, какими качествами, компетенциями он должен обладать, опыт, насмотренность, вот расскажи об этом. Ну, первое, что могу сказать, никогда не заказывайте дизайн дизайнеру. Объясню, почему, если вы не являетесь экспертом в рекламе и в создании того продукта, который у вас должен быть, ни в коем случае нельзя заказывать дизайн дизайнера, потому что дизайнер сделает дизайн. Что такое дизайн? Он сделает, ну, относительно приличную графику, да, подберет относительно хорошие цвета, сделает обработку, подготовит макет в печати. Собственно говоря, дизайнер — это руки, да, и в любом рекламном оффере, еще важнее в фирменном стиле, должна работать группа, и эта группа может выдать только то, что она сама когда-то впитала, да, то есть вообще человек устроен таким образом, что отдать он может только то, что у него самого есть, да, соответственно, любой логотип, конечно, дизайнер может нарисовать за 3000 рублей, да, но почему многие компании платят миллионы рублей за тот же самый логотип? Неужели это как бы так смешно? Неужели они такие идиоты, да? В чем суть? Дело в том, что любое действие, которое мы делаем в компании, оно несет в себе определенную энергетику и так или иначе влияет на восприятие компании. И в том же, ну скажем так, классическом подходе к созданию логотипов, в нем очень много законов, которые много раз исследованы, которые математически посчитаны, да, и в принципе, на самом деле, как и в любом бизнесе, труд изучить все это, он не такой уж большой и сложный, да, достаточно одного-двух таких хороших преподавателей в твоей жизни, да, которые тебе все это разложат на места, и ты сможешь этим понимать и управлять. Но дизайнер — это твои руки, копирайтер — это твои руки, хотя, как правило, ну вот, допустим, к сожалению, в городе Кире нет ни одного копирайтера, который я мог бы доверить писать тексты. Время от времени я даю там посты писать в Инстаграм там своим помощникам, помощницам и так далее, но тексты до сих пор пишу сам, потому что текст — это та мысль, которую ты должен выразить четко, ясно, и к чему она должна привести, какую реакцию должна выдать. Что делать предпринимателям? То есть вот они хотят, предположим, у них стартап, они хотят новый логотип, новый бренд, новую упаковку какую-то, фирменный стиль и так далее, и так далее, и так далее, до бесконечности можно перечислять. Вот человек не рекламщик, предприниматель, он не дизайнер. Вот он что может сделать в этой ситуации, чтобы у него дизайн был качественный? — В первую очередь нужно сформировать внутреннее понимание, что такое их бренд, да, сформировать ценности бренда, каковы они. Второе — определить острие свиньи, так называемые, да, то есть что мы, в чем мы лучше всего, в чем мы можем быть круче, в чем с нами реально сложно будет конкурировать. Что мы дадим рынку, да, в чем мы реально как бы всех обыгрываем. Или, по крайней мере, в этом мы реально сильны. То есть зачастую случается так, у нас бывали такие случаи, когда мы выдавали фирменный стиль компании, которые, ну, вот однажды мы нарисовали аристократический ресторан, да, классический такой русской кухни, вот, а, ну, по итогу это оказался трактир, то есть, ну, было некое несочетание такое. То есть заказчики видели это по-своему, а повара, там, обслуживающие персонал по-другому. То есть очень важно, чтобы эти моменты были честно проговорены и одно другое. Трактир — это же тоже неплохо. Это очень даже неплохо, да. Это просто другая подача, да, это совершенно другой подход и к визуализации, и к рекламе, к верстке офферов, рекламных предложений. Очень важно, чтобы все здесь было прозрачно и честно. То есть чем честнее идея компании, чем понятнее предприниматель ее для себя осознал, тем легче нужно поставить задачу бренд-эксперту, творческой группе, рекламному агентству, которая будет работать над созданием. И дизайнер здесь будет лишь часть этой группы, которая будет работать над созданием фирменного стиля. Хорошо. Давай поговорим о самом дизайне. Да. Да, то есть мы перешли от личности, от того, как это все сформулировать, переходим к самому дизайну. Вот хочется немножко сузить тему, так как дизайн это довольно широкая тема. Например, дизайн торговых площадей. Это важно, потому что если торговая площадь не привлекательная, в нее просто никто не придет. То есть она может продавать товар не хуже, чем сам товар себя будет продавать. Вот как он разрабатывается, это ведь история не только о применении корпоративных цветов, правильно? Ну, безусловно, то есть здесь, хотя на самом деле этот вопрос, мне кажется, в первую очередь больше технологический. Вот здесь дизайн должен быть не на первом месте, да, а он должен быть сопутствующим, должен быть так называемым умным дизайном, да. Когда в первую очередь закладывается идея, то есть это речь о торговом центре, да, мы должны продумать грамотную навигацию, расположение и так далее. И сама навигация тоже должна быть умной. Мне очень нравится, например, когда навигация напоминает по стилю аэропорт. Да, у нас есть очень много, у нас есть здания, небоскребы в городе стоят красивые, да. Но когда заезжаешь в подвал на парковку, то видишь, что ты, ну, рисовал дизайнера, который впервые увидел Coral Draw. То есть, ну, это просто выбивает из колеи. То есть люди, которые много путешествовали по миру, у них уже сложилась картинка, как должно быть красиво. И им не объяснить, что нормально так и может быть. Да, то есть ты видишь уже вот эти вот, ну, просто-напросто топорные надписи, да, цифры, шрифтов, там, середины прошлого века. Ну, примитивный вариант. Да, ну, это беда просто. Причем примитивно это не всегда плохо. Сделать просто как раз гораздо сложнее всего. А вот сделать просто со вкусом, выдерживая пропорции цвета и так далее. Вот это на самом деле большое искусство. Вот, и поэтому этому тоже очень надо уделять большое внимание. Давай вернемся к торговым площадям. Да. Да, вот как она должна быть обустроена? То есть мы понимаем, что это должны быть какие-то вывески на окнах, там, предположим, да, с каким-то четким оффером, с каким-то предложением. То есть чтобы человек, когда мимо проходит, он понимал, что его это цепляет, ему там интересно будет что-то купить или нет, да? Дарья, я исключительно против вывесок всяких на окнах и так далее, да. По мне, чем чище дизайн, чем оформление, тем лучше. Вот здесь как раз нужно использовать окна в прямом их назначении. То есть чтобы... То есть здесь должен быть свет, сквозь который мы видим, что продается в этом магазине, да. То есть еще в Советском Союзе использовались, ну, ЦУМ, например, наш, вспомним, да, когда мы, кстати, ЦУМ в Москве до сих пор так и используют свои помещения. Ты идешь мимо окон, в которых, ну, фактически творческая инсталляция, да, что можно купить в этом магазине. Это сделано, ну, на высочайшем, на музейном уровне, можно сказать. Окна надо использовать как окна. То есть суть дизайна в том, что все аутентично, все используется так, как и должно быть. Да, у нас как бы в чем беда 90-х, да, нам казалось, чем ярче, чем оляпистей, да, тем как бы лучше будет работать. И потихоньку город превращали в центральный рынок. Да, и до сих пор он в отсутствии дизайн-кода, ну, во многих местах на него и похож. Да. Вот, поэтому здесь все нужно использовать так, как есть. Здесь дизайн должен быть вспомогательным, он должен быть удобным. То есть хорошо, если есть подвесы, которые ориентируют, где какой вид продукции, да, куда нам обратиться. Хорошо, если есть какой-то ресепшен или справочный, или админ, который отмечен отдельно каким-то образом, да. Классно, если у нас персонал, вот в пятерочке, ну, молодцы сейчас, посадили они эти яркие майки, да, спроси меня, где что лежит. Ну, классная история, она простая, но очень такая клиент-ориентированная, и нам понятно, чем, кого и о чем спросить. Ну, как же тогда проходящий или проезжающий по улице человек, потенциальный покупатель, узнает, что в этом магазине продается? Только через окна? На самом деле нет. Ну, вообще сейчас, чтобы человек что-либо узнал, очень многое уходит в цифровой маркетинг, да. То есть те же самые Яндекс.Карты вам покажут все, да. Сейчас очень, кстати, популярная реклама именно в Яндекс.Картах. Нет, на самом деле у вас должна быть вывеска, чтобы вас было видно. И особенность построения вывесок тоже такой момент очень интересный. Если вы, например, находитесь на узкой торговой улочке, да, в центре города. На пешеходном. Да, то бессмысленно вешать огромную вывеску, потому что она будет смотреть в окна соседних домов. Куда проще сделать небольшой кронштейн, который смотрит по направлению, то есть он перпендикулярно зданию, и как раз бросается в глаза тем, кто либо едет на машине, либо тем, кто идет. Вопрос в том, что этот кронштейн должен быть сделан в стилистике архитектурной того здания, где вы находитесь, ну и в вашем фирменном стиле. Да. Мы таким образом плавно переходим к теме дизайн-кода, да. В частности, давай поговорим про Киров. Поддерживаешь ли ты его, введение дизайн-кода? Я не то чтобы поддерживаю, я просто плачу на эту тему. Мне очень нравится наш соседний регион Татарстан в этом смысле, да, где Казань даже там самые не центральные, скажем так, районы к этой теме привели. То есть настолько город преобразился, когда ушли эти световые короба и баннеры, да, и город стал действительно похож на город. Мы увидели архитектурный облик зданий, и при этом здесь предприниматели, которые, а, вы у нас там забираете нашу заметность и так далее, у вас забирают то, что вы похожи на центральный рынок. Я думаю, все, кто когда-то торговал на центральном рынке и переехали там в свое время в торговый центр, ну, осознают, что это движение вперед. Те же самые технологии привлечения внимания, они с учетом дизайн-кода могут работать. Да, конечно, вы будете выглядеть скромнее. Но не забываем про телекоммуникационный маркетинг, да, который играет важную роль. А с пешеходным трафиком мы работаем совершенно по-другому. Да, вот адекватно ли это применять только, вот как ты говоришь, в Казани, да, в Татарстане применяют не только в центре города, не только в этих старинных каких-то районах, но и на других, в других районах более современных. Вот это должно быть только в исторической части города, если мы применяем конкретно Кирову, или можно это распространить на весь город? Даже красиво должно быть везде. То есть окраины не должны превращаться в гетто, да? Конечно, конечно, окраины не должны превращаться в гетто, тем более, что у нас, ну, там, где, скажем так, современная архитектура, там можно чуть более расширить возможности, да, потому что, ну, на Хрущевке не так много, да, каких-то архитектурных... К сожалению. Да, моментов, которые надо спасать, поэтому там можно чуть более расширенный дизайн-код. Но, допустим, в городе, в исторической части я ограничился двумя моментами. Во-первых, это только объемные буквы, да, у которых минимум креплений к самому зданию. И второй момент, это как раз вот эти вот кронштейны, да, которые два крепления, грубо говоря, всего имеют к стенке. И все. И работают, кстати, гораздо лучше, чем ваши огромные световые короба, потому что у них так называемый угол обстрела взглядом, да, он гораздо шире. И эти ужасные выносные стойки, которые возле дороги, и они грязные. Они запрещены, Дарья, давно. Они отвратительные. Они уже давно запрещены, штандеры давно запрещены, поэтому... Ну, в этом плане нет... Самая лучшая рекламная компания булочек, это прекрасный запах из пекарни, да. Самая хорошая реклама свадебных платьев, это красивое свадебное платье в тех же самых окнах, да. То есть, когда мы используем свет, свет очень большую роль играет. Я бы очень хотел, чтобы эти деньги, которые люди тратили на световые короба, потратили бы на архитектурную подсветку, выделив город, выделив именно свой магазин. Вот в этом плане можно и нужно играть, и здесь тоже целая масса вариантов. Ну и кроме того, если у вас есть какие-то одни, скажем так, рыночные масс-маркеты, да, то есть никто не запрещает использовать промоутеров. Вот я и тоже хотела сказать, да, то есть есть прекрасный способ привлечения трафика проходящего мимо, это промоутеры, они со всей окрестностью покупателей могут привести хорошим, грамотным офферам, предложениям каким-то. Вот многие предприниматели, они против введения дизайн-кода, мы с тобой до программы говорили об этом, так как у них падает трафик из-за того, что их, как они говорят, с улицы не видно. Их не видят, мимо проезжают, мимо проходят, к ним не заходят. Но это решается вот путем промоутеров, это решается путем вот таких кронштейнов. Вот всем предпринимателям обращаюсь, которые говорят, думаю, что их не видно, вот жду их просто-напросто в уголочек рекламы, да, приходите в трейдер-медиагрупп, расскажу вам, как с учетом дизайн-кода вас будет видно, и что вам нужно в вашем конкретном случае сделать для того, чтобы трафик этот не потерять. То есть чем лучше мы выглядим, да, тем больше к нам доверия, тем больше у нас там туристический поток и так далее. На самом деле видно хорошо не то, что написано большими буквами, а то вокруг чего много пространства. И то есть если мы сделаем город красивее, уж от этого точно никто не проиграет. Единственный тоже момент, который я часто слышу от предпринимателей, что какой смысл делать свой магазин красивым, когда само здание, в котором оно располагается, в котором магазин располагается, оно ужасно обшарпанное, там отваливается штукатурка, облезла вся краска, там балконы убиты. Вот это как можно вместе связать? Дизайн-код и вот такое уродливое здание? Никак нельзя вместе связать эти истории, нужно вести параллельно. Я думаю, что сейчас, слава богу, у нас активно делаются дороги, да, в регионе. Прям приятно посмотреть, сейчас из Белой Холуницы приехал. Ну, работает, по-моему, пермская команда, такое прям хорошее слово асфальта, там кладут геометрия ровная. Вот точно так же нужно относиться к нашим фасадам. То есть нужна какая-то федеральная программа, активно поддерживаемая местными. У нас же есть капремонт. Привести все это надо в порядок. И предприниматели здесь же тоже могут сыграть немаленькую роль. То есть, кстати, вот я очень часто консультирую, когда там просят повесить баннер какого-нибудь большого на здание. Ребят, не надо большой, вы сейчас повесите вот эту свою букву красивую, да, на обшарпанное здание. Вы лучше сделайте здесь минимальный косметический ремонт. На эти же другие. И мы сделаем чуть более креативное решение. И, ну, баннер это просто быстро 5 секунд щелкнул. Да, то есть люди привыкли по этому моменту работать. Иногда это имеет смысл. Понятно, что у предпринимателя всегда там сочетание цена, качество, быстрота, воздействие. Но если мы играем в долгую, лучше сразу все сделать хорошо. Это имеет смысл вешать такие баннеры, наверное, где-то вдоль больших дорог, где на большой скорости приезжают, где пешеходного трафика просто нет. То есть потому что там люди не ходят. Ну, метро, например, да, там, я не знаю, какие-то вот такие снеда вдоль трасс, дорог. Но учитывая, какой у нас город маленький, и что у нас особо таких крупных трасс нет в самом городе, то, возможно, это и бессмысленно, потому что у нас пешеходы прекрасно передвигаются по всему городу везде. Да. Ну, еще один момент. Перестаньте реально заклеивать свои окна рекламой. То есть вот это самое глупое, что можно придумать. Это мало того, что портит все, это еще и вашим продажам мешает. Лучше наведите порядок у себя внутри, красиво оформите эту витрину. То есть она и есть ваша реклама-носитель. То есть все это и создает вкус, желание зайти. То есть вообще для чего созданы окна и двери? Почему двери должны быть большими, а окна должны быть там хорошо освещены и так далее? Чтобы было желание войти внутрь. То есть как только вы заклеиваете все это рекламой, ну, желание войти внутрь отпадает. Да, соглашусь. Давай немножко от этой темы отойдем, поговорим уже о другом дизайне. Вот моя самая любимая тема, вот то, что мне очень нравится смотреть, изучать, это промышленный дизайн. Товары, я уверена, убеждена на 100%, что в товары инновационной какой-то новаторской, необычной упаковке, они продаются лучше. И без рекламы, да. То есть чем более инновационная, необычная упаковка, тем покупателю больше хочется это приобрести. Загласен ли ты с этим? Ну, безусловно. И я мало того считаю, что в советское время у нас был очень неплохой промдизайн. Если сейчас мы зайдем, посмотрим там дизайн холодильников, радиоприемников и так далее. Хотя, как мне кажется, он был так немножечко скопирован с тем, что делали в Америке, но тем не менее он был скопирован очень качественно. То есть не так, китайцы копируют какие-то там автомобили, например, американские. То есть советский дизайн делали очень круто. Вспомните там нашу Ниву, например. Она же до сих пор ходит практически без изменений. Кстати, я знаю то, что в Европе ее любят. На тот момент это был просто шедевр. Шедевр. Она популярна в Швейцарии. Ну, практически во всех горных районах Европы машина очень популярная и почему-то до сих пор неплохо продается. Как мы можем его применять здесь, в Кирове? То есть у нас есть производственное предприятие. Они штампуют, то есть у них конверное производство, очень много производят на Россию, на Киров, на международный какой-то рынок. Есть ли смысл им внедрять какой-то промышленный дизайн, чтобы отличаться? То есть вопрос о купаемости есть ли в этом? Я не являюсь экспертом прям конкретно в промышленном дизайне, хотя оценить, допустим, любой продукт с точки зрения дизайна могу. И дизайн это как раз то, что, как говорится, встречают по одежке, провожают по уму. Мы потом узнаем, насколько продукт качественный, радиоприемник или так далее. Но даже машину, наверное, даже в первую очередь, машину мы выбираем по дизайну. То есть если нам машина нравится, да, мы дальше готовы ее рассмотреть. Если машина уродливая, так она хоть какие там будут у нее технические характеристики, там 70% покупателей на нее не посмотрят. И это очень часто влияет на успех или не успех той или иной марки или модели. Почему как бы очень многие в этом плане консервативны, да? Почему Toyota всегда консервативна в дизайне? Ну, потому что смысл рисковать тем, что нажито, да? Не по сильным трудам. Хорошо, я все-таки немножко попытаю тебя в этой теме, потому что мне действительно твое мнение по этому вопросу очень интересно услышать. Например, какие-то мелкие производства. Даже самозанятые, да, которые производят свой какой-то товар, там, косметическую продукцию, еще что-то. И есть ли смысл им вкладываться в уникальную упаковку? А купится ли это для них? Ну, здесь надо считать очень много показателей, то есть на кого вы работаете, да? Если мы работаем на премиум-сегмент, здесь упаковка обязательно должна быть, да? И без хорошей упаковки вы вообще как бы, ну... Потому что, допустим, покупать рубашку премиум-класса в пакете, например, да? Спасибо за покупку. Черным, да, или спасибо за покупку, но, мягко говоря, странно. Вот, поэтому упаковка очень большую роль играет, и иногда есть куча бизнесов, в которых упаковка может стоить дороже, чем содержимое. Тут такая же речь может идти, например, о цене. То есть за счет уникальной упаковки, за счет уникального дизайна, товар из среднего класса может переходить в премиум-класс с тем же качеством самого продукта. То есть мы прекрасно это видим на примере косметических средств, парфюмерии там и так далее, и так далее, и так далее. Они, на самом деле, их себестоимость примерно одинакова. Там среднего класса, люкс-класса, там я не говорю про нишевую парфюмерию или какие-то уникальные косметические товары. Но у них себестоимость-то одинаковая. А только за счет бренда, да, сформированного, за счет уникальной какой-то упаковки они могут стоить дороже. Ну, вот смотрите, здесь очень важно, чтобы вот этот вот пром-дизайн, он, опять же, не был таким, ну, обманкой некой. Вот, наверное, знаете, да, йогурт эпика. Мне он очень нравится. Мне и реклама зашла, да, что он там натуральный, белка много и так далее. Я беру эту упаковку, когда открываю крышку, понимаю, так, ложкой тыкаю туда, понимаю, что налито сантиметра не до конца, да. То есть на сантиметр меня уже обманули. И внизу на сантиметр еще углубление такое сделано в обратную сторону. Да, то есть реально йогурта там в три раза меньше, чем ты ожидаешь, глядя на банку. Это прикольно, конечно, когда стоит на этом. То есть ты понимаешь, о, большая банка там, ценник нормальный. А потом, когда ты понимаешь, что ты за эти же деньги мог купить там две больших банки йогурта, да, купил вот эту маленькую эпике, ну, немножко неприятно. И вот сейчас появился там у него конкурент, да, с честной упаковкой, я перешел на честную упаковку. Она менее креативная, но более честная. У меня, да. Ну, я помню, беда была с кировской сметаной. Открываешь вот эту фольгу, и она рвется. Я как раз, да, это же хотела сказать. И это выбесило, мне кажется, 95% населения области, по-моему, они эту проблему решили. Я нашла сметану, которая открывается. Полностью вся фольга идеальна. Это вот как проблема перфекциониста, да, то есть отрвалось, все, тебя все это бесит. Вятка Биопром, вот эта целебная радуга, у них сметанка биосметана. Вот у него прям щук, сразу все открывается. Четко ровно, да. Ну, вот это мелочь, но которая реально создает. Не зря же придумали, вот, допустим, для велосипедистов эти бутылочки спорт. Попробуй на ходу, крутя педали и держа руль там, открутить вот эту пробку. У меня, конечно, получается иногда, но я понимаю, насколько это опасно, да. Или когда ты просто кнопку отогнул, да, попил, поставил на место и так далее. То есть мелочи, которые реально улучшают нашу жизнь. И вот как раз эта стратегия для нас, для трейдин-медиагрупп, в том, чтобы любой дизайн был умный. То есть вот сейчас есть один из примеров, который мы реализуем с ССС движения, это стаканчики. То есть стаканчики у нас не просто, чтобы ты попил, да, а чтобы они создавали какой-то дополнительный эффект. То есть зимой для Глинтвейна мы делали тёплые стаканчики рифлёны, на которых написано «дарим тепло». То есть их взять уже приятное тепло. А уж налить тёплый продукт ещё теплее. Вот этот вот рифлёный ободочек, я правильно про него, да, как понимаю, речь идёт? Это даже тактильное воспоминание потом. Это важно. То есть человек трогает, но всё равно оно отличается от обычного бумажного стакана вот этой рифлёной поверхностью. Да, и вот прямо сейчас у нас во время эфира должна запускаться новая серия стаканов для путешественников. У нас, слава богу, обалденное лето, да, и мы пока не можем путешествовать никуда далеко. Так называемый умный стаканчик с QR-кодом, на который можно навести и перейти на страницу сайтов, в которой куча просто идей для путешествий выходного дня из Кирова. Ну, кроме того, мы там нарисовали глобус Кировской области, естественно, вложили в дизайн, насколько мы это можем и любим. Вот. Будет возможность прям вот, ну, рекомендую вам поизучать, посмотрите этот стаканчик. Самое главное, чтобы команда, которая делала дизайн, делала это с любовью. То есть было реально искреннее желание сделать это хорошо, потому что у дизайнера, как и у всей творческой группы, все время возникает, да ладно, нормально, а, заказчику понравилось, так и сойдет. То есть все время те члены команды, которые работают со мной, они знают, что они должны знать продукт не заказчику, а мне. Почему? Потому что я в три раза более требовательный, чем заказчик. Потому что мне нужно будет потом положить этот продукт в портфолио, да, и для того, чтобы мы могли работать и с федеральными компаниями, и просто самому, чтобы было не стыдно за свою работу. Да. Прошу прощения, мы сейчас перервемся на рекламу и чуть-чуть продолжим после рекламы. Хорошо, давай тогда окунемся в мир урбанистики, дизайн общественных пространств. Это же не новшество, то есть это появилось не недавно, еще в Советском Союзе в разные годы это была и типовая застройка, и монументализм, и строгая геометрия, то есть чего там только не было, потому что там ну столетний такой промежуточек, почти сто лет, он довольно длинный был. Но по факту дизайном общественных пространств там занимались, ну это мое личное мнение, довольно посредственно, то есть это было очень однообразно. Вот максимум, что там было, это вот памятники ставили, благоустраивали парки, скверы, аллеи, собственно говоря, и все. Но я правда в Советском Союзе практически не жила, поэтому меня, наверное, сейчас камнями закидают некоторые слушатели. Вот скажи, что сейчас? То есть какие сейчас тренды? То есть что сейчас делается, и что в будущем будет актуально? Ну, Дарья, знаешь, как бы парки, скверы и улицы наши, когда приведены в хорошее состояние, да, когда ездят отдыхать и так далее. Но опять же, очень важно, кто это делает, да, с каким опытом, с какими знаниями, с какими намерениями, с какой энергией это делает человек. Потому что, ну, там, парк ВДНХ, например, парк Горького, да, то есть это те общественные пространства, зарядье. Но, кстати, есть парк, который круче всех, и он современный, и построен уже на коммерческие деньги. Если кто-то был в городе Краснодаре и видел парк Галицкого, ну, не понимаешь, что это как бы это номер один вообще общественная площадка в стране, Галицкий ее сделал, исходя из собственного желания, его никто не подгонял, он делал ее на свои деньги и сделал просто офигительно. Да, то есть это и с точки зрения ландшафтного дизайна, и с точки зрения малых архитектурных форм, и архитектуры тех помещений, которые он туда интегрировал. И, кроме того, парк Зарядье, ой, не Зарядье, а парк Галицкого, это еще и часть прилегающая к стадиону Краснодар, который он же построил на свои деньги. Я считаю, это один из самых красивых стадионов в Европе. Из современных точно самые красивые, потому что даже глядя на Зенит, да, многомиллиардный, ну, несколько такой несуразный, что ли, то есть видно, что люди там деньги осваивали, да, а вот по стадиону Галицкого в Краснодаре видно, что он прям кайфовал, он хотел сделать что-то классическое на века, надолго, то есть и по материалам, которые туда подобрали, и по простой, но изящной архитектуре получилось очень и очень круто. То есть вот здесь хотелось бы, вообще, как бы, дизайн, она такая же, как и проблема в целом в обществе. И наша самая-то главная проблема в том, что есть люди, которые ходят на работу, а есть люди, которые работу делают. И вот дизайном и общественных помещений, и дизайном всего должны заниматься люди, которые любят свою работу. И это как бы самое-вообще самое-самое главное. Второе главное это то, какого опыта они имеют, что они посмотрели, что они увидели, что они впитали, какие препятствия они прошли, то есть что они в себя насмотрели, что они готовы выдавать. Но в первое, Вот это уже второе. Без первого, без желания, да, это создавать, ну, ничего не бывает. Поэтому у нас есть прекрасный Александровский сад, да. Вот обратите внимание, у нас есть видовая площадка-ротонда. Красивый с неё вид открывается. Да. Офигительный. А вот у нас есть вечный огонь. Да, слава нашим, конечно, землякам всем погибшим, да. Но, как вы считаете, там тоже есть смотровая площадка, удачная смотровая площадка? Я, честно говоря, там давно не была. Ну, Даша, я скажу, она очень посредственная. Она открывается, вид на вересники, то есть у нас под ротонда вятка, уходящая туда вдаль, да. Если у нас на той стороне старый мост, ну, старого моста, конечно, не было ещё, когда строили по ту сторону Дымково, то есть сам вот изгиб реки он обыгран очень удачно. На высоком берегу такой стык получается, да, то есть один берег оврага и другой берег вятки, то есть очень красиво. То вот это говорит о том, что места выбирали люди более качественные, более зрелые. И вот, опять же, возьмём комплексы строительные. Ну, сейчас прям компании можно называть в эфире, да? Я думаю, что можно. Ну, вот назовём КЧУС, Кира спецмонтаж и железный, да. Те и другие занимаются обустройством общественных помещений. КЧУС построил микрорайон вокруг гринхауса, но это позорище. У них нет даже дорожек нормальных между домами где-то. То есть абсолютно неустроенность, брошенные машины, вечная нехватка парковки, вечная грязь и, в общем, просто что попало. Рядом есть солнечный берег, да, брусчаточка, прямые улицы. Мало, но вот пока ещё достаточно места для парковки. Волшебная набережная и вообще геопозиция одна из лучших в городе. То есть там климат лучше, чем во всём остальном городе. За счёт того, что место высокое, можно посмотреть, как в их же проекте, кстати, чистая пруда, идёт дождь, а в солнечном береге реально солнышко греет. И, например, проект «Железный», там вот ёлки парк возьмём, да, насколько всё, любовь чувствуется к тому, что они создавали. Безусловно, в их команде есть люди, которые ходят тоже на работу. Но благодаря тому, что их контролируют люди, которые на работу, не на работу ходят, а работу работают, у них как бы всё получается здорово. И я теперь вижу как бы стремление других застройщиков, да, к этому тоже тянуться. Они понимают, что создание общественных площадок вот этих вот детских игровых, да, не просто там купить в Чебоксарах этот комплекс, да, а реально создать пространство с ландшафтным дизайном и так далее. Это приобретает ценность. И чем больше мы будем делать таких проектов, тем больше это будет становиться нормой. Поэтому всегда важна какая-то компания, которая ударным темпом действует, да, на острие, что называется. И у людей это входит в набор базовых потребностей обустройства общественной среды. У меня вот сейчас, так как я имею возможность об этом сказать, так как я была некоторое время тому назад в декрете, да, и мы... Чем занимается мать в декрете? А она гуляет со своими детьми по улицам, по паркам и так далее. Вот самая главная боль в летнее время, это что ты не можешь нигде сесть, чтобы быть в тенечке. Это элементарно. Но в парке Победы, на самом главном их пятачке, там, где фонтанчики, вот ты не можешь сесть, чтобы спрятаться от солнца. А вот в такое пекло, когда 30 градусов жары, вот буквально недавно у нас было, вот бедные мамашки, я честно не знаю, где они там сидели, вот только разве что вот в самих аллеях, а вот на вот этом пятачке сидеть невозможно. Вот это вот такой момент, который нужно учитывать. То есть если там нет деревьев, сделайте навесы какие-то, что-то придумайте подобное. Ну это же элементарно. У нас долгое время боролись вообще со скамейками в парках, да, видимо, чтобы там не распивала молодежь, но последняя закона, как вроде бы эту проблему побороли. И на самом деле проблемы со скамейками нет в парке, например, парке имени Кирова. Да, то есть большое пространство неплохо обустроили. В Аполло очень, кстати, уютно можно посидеть. Да, вот не знаю, как в Александровском саду, мне кажется, там не очень много скамейок, но есть. Ну там достаточно, вот на Центральной аллее они есть, да. Вот. Ну и на самом деле любая поверхность города — это то, что формирует социальное пространство. То есть самое главное, наверное, это то, чтобы все поддерживать в эстетически хорошем состоянии. Ну и, конечно, как бы в советское время была пропаганда, да, то есть где-то там Слава КПСС, где-то там Мир Трудмай, еще что-то. Но это не самые плохие на самом деле призывы. Возобновить это и вернуть на стены надписи. Да, ну у нас вот недавно совершенно был такой проект, может быть, видели по адресу Менделеева 26, компания к нам обратилась за помощью, чтобы сделали что-то интересное. Конкретного пожелания не было. Ну, в общем, у нас изначально было желание сделать там такую Инстаграм-зону, да, чтобы люди, молодежь могли фотографироваться. Мой личный посыл был сделать там «Люби, что у тебя есть». Почему? Потому что люди, которые там решили на хрущевке свои что-то нарисовать, они молодцы. То есть они не живут в каком-то элитном микрорайоне, да. Они вот то, что у себя есть, отремонтировали, привели в хорошее состояние, еще и хотят там как-то город украсить, да. Они реально с любовью относятся к тому, что они имеют. И вот, наверное, это самый главный закон, то, что позволяет делать многие вещи и проекты красивыми. В итоге, конечно, от этого проекта заказчики отказались, попросили что-то более консервативное, и мы тогда оттолкнулись уже от геолокации. То есть там появился Дмитрий Иванович Менделеев. Да, бы его не перепутали с Карлом Марксом, а они реально похожи, и мы даже в момент создания их перепутали. Контекстным фоном положили вот эту таблицу Менделеева. И для многих неожиданно зачем-то вывели феррум отдельным элементом. Феррум-26, элемент железа. Потому что дом-26. Да, потому что дом-26 совершенно верно. То есть некоторые подчемучки туда заложили. Чтобы люди подумали. Был небольшой спор с заказчиком по поводу того, какого цвета должно быть название элементов. А поскольку у меня правило, все в рекламе должно быть нативно, и в рекламе не должно быть неоправданных элементов, то есть все должно быть на своих местах, мы нашли нативную основу для того, чтобы некоторые буквы в этой таблице сделать красным. А вот узнайте, почему. Это вот для вас, наверное, такая логическая задачка. Почему некоторые буквы в таблице у нас черные, а некоторые красные. Интересно стало. Я зайду туда и посмотрю. Это находится на перекрестке Менделеева и Московская. Так что, дорогие слушатели, поезжайте все на Менделеева и Московскую перекресток, смотрите на это красивое здание, и в наших комментариях, в наших соцсетях можете ответить, что же там загадано. Спасибо, Виталий, что сегодня к нам пришел. Подробненько проговорили про дизайн. К сожалению, время у нас подходит к концу. Я расскажу вам все самое главное. Да, о том несколько простых правил, о том, как создавать рекламные офферы и рекламные предложения, и в чем заключаются самые большие ошибки кировских рекламодателей. Ну, собственно говоря, всегда открыт для консультации, и следите за нашим проектом «Антитренинг» в соцсетях. Обязательно расскажу и выдам все в подробной, понятной упаковке. Спасибо. В студии с нами был Виталий Трейден, я Дарья Тангел. Всего доброго, до свидания. До свидания.